Всем привет, дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем играть в игру Fallout Sheldr. Ну что же, забираем для начала все, что у нас тут накопилось. Оу, 110 крышек, хорошо. Кстати, да, у нас, ребята, не забывайте, сегодня будет пополнение. Так, где у нас? Ага. Астин Харрис. Пускай так и остается, не будем ничего менять. И где-то еще я знаю, что... А, вот, вот она. Барышня наша, давай-ка нам тоже ребенка. Гэри, это у нас получается. Ну что, в принципе, неплохо. И давайте-ка этих ребят, наверное, запустим в конце концов к себе в убежище. Нечего им тут стоять на улице и мерзнуть. Так, бильярдный кий 0.8. Ну это фигня какая-то полная. Столовой Минитмен у нас полностью изучена. Так, закрываем. И жилая комната-подземка. Кстати, один черчеж, и она у нас тоже будет изучена. Так, забираем энергию. Вот, кстати, у нас там есть еще один житель, который к нам просится. И я думаю, что мы сейчас его пригласим к себе в убежище. И это у нас Виктория Браун. Ну что же, Виктория, рад тебя приветствовать. Давай скорее к нам в убежище. Так, заходи, не стесняйся. Вот в эту комнатку. И здесь мы тебя вскоре оденем обоим. Дадим тебе каком-нибудь ружьишко, чтобы ты хотя бы выглядела уже цивилизованно. Так, давайте вскрывать с вами боксы и посмотрим, что у нас здесь выпадет из него. Так, оружие. Понятно. Хлам. Ну, на то он и хлам. Крышки 500. Ну, довольно неплохо. Энергия. Ммм, так себе. Ох ты, а вот это что? Стар Паладин Кросс. Вот это житель. Вот это я понимаю. Вот это хорошо. Так, ребят, давайте еще робота-помощника себе тоже заберем. Так, я даже уже знаю, куда он у меня пойдет. Ух, вот это чудесно. Блин, хороший житель у нас, ребята, появился. Я очень рад. Что такое? Нападение когтей смерти. Так, так, так. Вот это уже, вот это уже плохо. Что ты тут у меня? Так, у тебя 11-13. По-моему, мне тебе и поставить-то нечего. Ладно, фиг с ним, ребят. Пускай он бродит здесь. Тоже какой-то грустненький. Так, мадемуазель, надо тебе что-то поставить. И в то же время мне нужно как можно скорее смотреть, что там у нас происходит. Потому что я боюсь за своих жителей, чтобы их тут не порвали в клочья и не погибли они у меня. Так, давайте-ка подхилим. Этого тоже подхилим Джека. Обязательно. Так, ну, давай куртяжку хоть какую-нибудь тебе напялим, что ли. Какая тут у нас есть-то ядрена вошь. Давай вот такую. Для начала уж фиг с ним. Лишь бы она сразу у нас не померла. Все, отлично. Выстояли они. Так, куда они там у меня вообще ломанулись, эти архаровцы? Кто тут у меня, а? Бедная девушка. Они на нее напали. Ё-моё. Но она у меня простоит, поверьте мне. Так, вниз. Ох, я боюсь, сейчас они мне сломают моего робота-помощника. Потому что он не может не преследовать их и будет постоянно бомбить. Тем самым напрашиваясь на неприятности. Смотри-ка, по-моему... Нет, не бьют его еще. Ай-яй-яй, рассыпался мой робот-помощник. Черт бы их побрал, этих когтей смерти. Ну, мы чиним за 2000 крыжек. Не хотелось, конечно, тратить. Ну, робот, он для меня важнее, поверьте мне. Ну что, вы здесь, наверное, и поляжете. Здесь у меня, ребята, ох, как этот усач с киркой. Видимо, отрабатывает за прошлую серию, что он там у нас напортачил во время танцев. Да, ребята, и мы проходим, кстати, одно из 40 происшествий. Еще 39 нужно нам как-то умудриться пройти. Так, 16 уровень получает персонаж. Крышки. Так, тут у нас четвертый уровень. Ага, этот паренек максималку получил. Давайте его куда-нибудь поставим дальше тренироваться. Давай, пускай на силу идет. Так, ну что у нас еще здесь можно, ребята, сделать? Мммм, насколько я помню, у меня в рейде только одна команда находится на данный момент. Это очень плохо. Мы в прошлой серии не успели их вернуть, потому что у нас не было бутылок. И сегодня придется как-то, наверное, выкручиваться, отправлять две команды. Хотя мы сейчас с вами, знаете, что сделаем? По-умному. Мы сейчас играем за ту команду, которую у нас в рейде. Мы ее вернем. И, наверное, всех троих сразу потом и отправим. Так, возвращайся ко мне. Крошка ты моя, какая же ты замечательная. Какая у тебя хорошая броня. Ммм, изумительно. А робота мы поставим... Ой, а внизу у меня есть, оказывается. Тогда давай. Я даже не знаю куда. Давай сюда, наверное, тебя тогда. Или... Хмм. Давай вот сюда, вот на этом этаже. Тут ты у нас будешь... Ну да, электричество добывать. Так, этот у нас и здесь по максимуму развит, а? Куда тебе? Давай тогда здесь. Пускай качается. Ух ты, сколько, сколько тут, ребята, у меня получает уровней. Ёлки-палки. Крышка с бутылкой нас навестили. Замечательная. Так, мадам, наверное, тебе пора в столовку идти. Все, она у нас будет в столовочке. А эти у нас тоже, по-моему... Нет, подожди. С2. Что-то не подходит немножко. Что у тебя за курточка-то такая странная? А, у тебя Ашечка развита. Ладно, давайте мы тогда, наверное, ей что-нибудь подберем, наверное, подходящее. Тут нужно А. Подожди, она же должна подходить. Да, все нормально. Я, видимо, не туда глянул, ребят. Так, а ты у меня красотка. Совсем никуда не годишься. Давай мы тебе поменяем тоже какую-нибудь курточку. А у меня ничего такого хорошего нет, ребята. Давайте. Погоди, погоди, погоди. Ее тогда на электростанцию отправим. Сколько она дает нам? С5. Вот сюда. Пускай здесь занимается. Ну, все. В принципе, с этими ребятами мы разобрались. А ту красотку я, наверное, ребята, оставлю для рейдов. Вот что я вам скажу. Что у нас здесь за новое здание открылось? Давайте посмотрим. Сад. Вы представляете, сад. И здесь мы будем производить пищу с вами. Так, вот сюда... Нет, у нас не получится. Блин, надо вначале поставить лифт, чтобы мы смогли с вами поставить именно трехкомнатное здание. Так, давай-ка вот сюда. Ох, крышки нам дает. Крышка. Так, а теперь уже будем с вами ставить сад. Вот. У нас всего два, ребята, две комнаты осталось. Чтобы, как говорится, быть по-фулу в плане развития своей базы. Так, и бутылка нам тоже дает крышки. А, хламонка несчастная не дает нам бутылочки. Так, и последняя комнатка у нас осталась. Все. Потом мы ее сейчас разовьем на один уровень. Наверное, нам хватит, я думаю. А на следующий уже придется нам копить. Да, здесь вполне. Так, шесть тысяч крышек мы тратим. А на следующую восемнадцать тысяч надо. Мгм, многовато. Ну, в принципе, ерунда. Одиннадцать тысяч мы как-нибудь с вами наскребем. Так, и здесь нужно... А здесь, скорее всего, ребята нам нужны, которые... Ага, буква А. То есть, те же самые ребята, что сидят у нас и по столовкам. Все, в принципе, понятно. Так, ну что. Наверное, мы будем... О, танцует. Молодец, крышки дала. Теперь мы, наверное, с вами уже будем идти в рейд. У нас с вами одна команда там стоит, как ни крути. И надо будет рано или поздно начинать. Так, давайте мы вначале посмотрим, что у нас здесь есть еще. Так, ассоциация ученых, испытание, игровое шоу. Вот сюда мы сейчас отправим команду с вами. Так, а где у меня... Подожди, подожди, подожди. Давай-ка мы сделаем не так немножко. Да где же ты танцуешь-то, е-мое, а? Не пойму я. Фиг найдешь их, блин. А, вон они где бродили. Ладно. Хрен с ними. Считаю, вам повезло, что я вас не увидел. И не успел с вас забрать крышки. Так, ладно. Испытание, игровое шоу. Здесь у нас получается переноска. И мы с вами выбираем команду. Так, давай Джериха. Что-то мне так неохота этого борцуха убрать грустного. И Сару, наверное, мы с вами отправим, да? Теперь дадим им немножко стимпаков, радпаков. Я не знаю, наверное, штучек 8. Да, я думаю, будет им достаточно. Они довольно сильные ребята. Как-нибудь справиться. Ну что, думаю, что пора нам переходить к ребятам, которые у нас в рейде. Да? Что вы скажете? Я думаю, что вполне. Так, 10 уровень тут получает. И все по ходу дела. Больше мы ничего не можем здесь с вами усилить. Крышка с бутылкой. Нас покидают. Ладно, фиг с ними. А мы будем с вами делать очередное задание, которое будет называться как? Ну-ка, загрузка, покажи-ка мне. Я уже забыл, если честно. Живительный источник. Поговорить с поселенцами, которые пили новую волшебную воду. Это что-то новенькое, ребята. Такого задания у нас раньше не было. И что вообще здесь за волшебная такая вода? Мне самому интересно. Так, ну карта здесь, я смотрю, не очень большая. Так что должны пройти быстренько и налегке. Кто тут у нас? Ага, наши маленькие вонючие тараканы. Здесь появились. Сейчас мы с ними, конечно же, разберемся. Без проблем. Ну вы будете стрелять, а? Ну, олухи, ё-моё. Нет, стоят. Их главные тараканы успевают по два раза бомбануть. А они только по одному разу выстрелились. Несправедливо, я считаю. Кажется, это правильный путь. Вы все время об этом говорите. И я все время вам говорю, что этот путь правильный. У вас больше никакого выбора нету. Как следовать только моим действиям. Так, ну что, кроты. Кроты, в принципе, тоже ватные. Сейчас мы их распинаем. Так, все, готовы. А нет, еще один остался, олух. Так, сейчас мы забомбим. Лутанем. Там я вижу ящик. Да. Что, нам костюмчик достается. Броня такая рейдерская. И что теперь будет? Вот в каждой комнате у нас тараканы. Да, эти охлаждения. А, тут вон как. Ну, довольно длинные. И причем три этажа. Карта, ну, приличная, скажем так. Я думал, что она коротенькая, маленькая. Но нет, я ошибся. Ладно. Главное, что нам нужно найти поселенцев, которые пили новую волшебную воду. Надеюсь, они нам поделятся с ней. Или, по крайней мере, расскажут про нее. Что там за водичка такая, что она дает. Что это за живительная влага такая. Может быть, знаете, как в этом. Раньше в сказках-то у нас была мертвая вода, живая вода. Куда-то вообще понесло меня нефтедебри. Ладно, не будем отвлекаться. Давайте бомбить этих кротов. Ёлки-палки. Так. Ну, а пока мы тут, ребята, с вами будем этих олухов бомбить. Я немножечко отвлекусь от темы. Про хастл-кастл. Я жду 12 февраля. Хочу посмотреть, что у нас там будет за новый такой рейд. Остров, который мы должны будем захватить. И, естественно, захватчики получают там довольно прикольные плюшки. Так что не пропустите это событие. 12 февраля я тоже буду. Буду смотреть. Ну и, соответственно, потом уже выложу обзор и свое мнение по поводу того, что там новенького у нас получилось. Так что, если кто не играет, но смотрит, ребят, не пропустите. Буду вас всех ждать на своем канале. Так, ну что, ребят, давайте продолжать с вами проходить здесь у нас. Ага. Ну, в принципе, фигли, ага. Тут у нас всего лишь два охламона общипанных этих крота, которых мы сейчас зачикаем. И у нас практически осталось полтора этажа. Сейчас мы пройдем. Но, тем не менее, почему-то ребята у меня уже какие-то потертые, пожамканные, так скажем. Уже хп-шек даже очень маловато. Один, причем, еще к тому же с радиацией бегает. Что не есть хорошо. Ни для него, ни для нас. Надо будет, кстати, избавить его от этих мук. Подхилить и избавить его от радиации. Так, ну что, тут у нас два крота всего лишь осталось. Все, остался один. Мы его сейчас добиваем. И лутать можно? Да, я вижу тут. Ага. Стимпаки дали. И таракан с ротпаками. Добыча. Невероятно. Мы купили у него бутылочку всего за 10 тысяч крышек. И у нас все наладилось. Хе-хе. Марго вылечилась от экземы. Урожай был хороший. И даже бромин старина Джейс больше не хромает. Вот он даже как. Мы даже побрызгали ею на дверные петли. И двери больше не скрипят. Ну это прям волшебство какое-то у вас, ребят. Он воистину водный волшебник. Кто? Кто у нас водный волшебник, а? Давай, колись, Олух. У вас ее случайно не осталось? Да, действительно. Мы хотели оставить немного про запас. Но она так освежает. Зайдите в убежище 315. Там ее тоже купили. Ага, выполнили задание. Все отлично, ребята. Теперь нам нужно будет, видите ли, наверняка идти в убежище 315 и узнавать, что это за такой могучий и волшебный напиток. Здесь никого нет. Странно. Хе. Ладно, нам-то лучше. Мы сейчас с вами просто-напросто будем подниматься на высший этажом и проходить его. А потом уже будем на всех парах бежать домой. Блин, мне этого чувачка надо, по-моему, подлить. Ах ты. Тараканы выбежали. Ладно. Сейчас мы их расстреляем, естественно, всех. Так, где у меня тут? Давай-ка бомби. Все, что ли? А, нет, вот последний таракан был. Забираем. Ну что же, стимпаки это довольно неплохо. Неплохо, неплохо, они говорят даже. Подтверждают, так сказать, мои слова. И опять тут у нас вонючие мелкие тараканы. Мелкие прыщи, так сказать, которые назойливые, мешают мне проходить спокойно этот рейд. Ну, давай, расстреливай, е-мое, этого последнего мухомора. Все, лутаем, ребята. Пистолетик дешевый и костюм никчемный. Да. Что-то с лутом у нас как-то здесь не особо, ребята, идет дело. Опять, что ли, тараканы? Ага, даже, даже большой радиоактивный вылез, который нам, в принципе, ничего абсолютно здесь не сделает. Давайте подхилимся. Вообще-то его надо избавить от радиации. Вот так мы сделаем. И со всеми так же. Опа, отлично. И Роберта заодно. Все, замечательно. Так. Трофеи достаются победителю. Ну, это уж точно. Так, ребят, последняя комната у нас. И Роберт у меня уровень получает. 20-й причем. Все, можно отсюда сматываться обратно к себе в убежище. В убежище у меня там, наверное, ребятушки заждались. Так, а сколько они потребуют бутылок для быстрого возвращения? У меня всего одна, ребята. Не забываем это. Ну, что ты томишь-то, елки-палки. О, как раз одна есть. Замечательно. Давайте подтверждаем. Мы еще быстренько добежим. Уже практически в уцели. Все, продаем обычные предметы. Остальное, естественно, все забираем. Так, это я не помню. А, ну это мои БиГОС. Все, закрываем здесь. Так, это мы забираем. Так, тут у меня четвертый уровень кто-то получает. Блин, надо мне кого-то, наверное, отправить в сад, ребята. Что он у меня так просто-напросто простаивает? Согласитесь. Где у нас есть развитая буква А? Так, ну это электростанция. Потому что у него и ЭСКО тоже. Так, вот здесь вот ресторан. Где она? Так, вон она. Давайте, наверное, ее и отправим. Пускай хоть кто-то там будет, в конце концов. Все. Заодно и посмотрим. Вдруг она намного больше будет нам давать еды, чем столовка. Тогда я лучше со столовки всех туда перекину. Так, ребят, давайте смотреть задание. Какое у нас срочный номер? Это все никто. Тайные испытания, оружие, не все. Дипломатическая миссия тоже слишком дофига. 13 часов требует. Тем более, в костюмах торжественных нужно идти. Меня это не вполне устраивает, если честно. Ладно, давайте остановимся на миссии Ассоциации Ученых. Так, тут у нас уровень 19 нужен. Хорошо, сюда тебя пойдет. Стар Паладин. Стар Паладин, я не помню. Она у меня вооружена или нет? Вроде бы у нее что-то было там со своего, когда она к нам прибыла. Ладно, давайте посмотрим. У нее вот так вот. 7.12. Ну, слушайте, по-моему, довольно неплохое оружие. Тем более, называется Гроза Контрамандиста. И у меня нету даже ничего такого, чтобы я мог поставить ей. В общем, сгодится, да? И силовая броня у нее Т5-51Ф. Вот так вот она называется. Так, здесь я ничего не могу сделать. Ладно. Ага. Так, Ассоциация Ученых. Срочно в номер. Это нам не нужно. Так, ну что, давай тогда ты пойдешь. Потом. Так, а с животными что у нас? Я же помню, что у меня где-то ползал котик внизу. Внизу он был. И сейчас его почему-то нету. Ацикет. Неужели я его куда-то уже пристроил? Не помню, если честно. Ну, все. Бесхозных скотин у нас больше здесь нету. Да, 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 да. Все, ребята. Тогда, ну ладно, фиг с ним. Придется, наверное, отправляться без животных. Фиг с ним. Главное, что нам нужно сделать. Просто-напросто эту миссию. Чтобы к следующему выпуску у нас было три рейда. А не два. Или не один, как сейчас. Так, ну что. Где-то здесь у нас появился этот. Не знакомец. А где он? Я вот смотрю и не вижу его почему-то. Опять где-то шкерится. Блин. Не вижу, ребята, его. Нету, по ходу дела. Точнее, он где-то есть. Но для моих глаз он почему-то не виден. Ладно, ребят, давайте Лукаса всех этих ребят отправляем. Паладина Стара. И все. Снаряжаем их. И давайте делать задание. Начинаем, короче, для них задание. Эх, не бонусы мне. Интересно, какие тут еще бонусы можно получать. Так, ладно, все. Они у меня побежали. Так, какой уровень? 15-й. Малорик. Растеж. Красава. По-моему, по рейдам все, да, у нас. Так. Эти ребятушки у меня уже выполняют. 23 часа 50 минут им бежать до задания. Ну и сейчас еще одни хламоны у меня побегут на рейд. Ладно. Так, здесь у нас второй уровень. Но это, видать, новичок. Так, что еще можно нам сделать? Срочно в номер. О, давайте вот это сделаем. Разберемся с редактором. Я так понимаю, это именно журнала Горн. Он мне нужен для завершения задания. Так, только нужно разобраться. Так, Чарли, давай тоже иди. И последним у нас будет кто? Кто у меня последний здесь? Роберт. Давай, Роберт. Все, вперед из песни. Забираем все и пускай они идут. Вот, ребята. К следующему выпуску у нас будут с вами три рейда. Тут сколько? Седьмой уровень. Так. Это не тот борцуха. А где мой грустный-то борцуха, который... Вот он. Так, ребята. У него эска раскачана. Давайте-ка мы его поставим на электростанцию. Может быть, ему понравится работать. И он хотя бы немножко станет веселее. Ну, а если это не поможет, то я сделаю так, как мне посоветовал один из подписчиков. Поставить ему собачку или кто там у меня кошечка на 33 счастья. Процентов, естественно, в прибавке. Так, ну что. Здесь мы вроде бы как разобрались. Здесь половина оболтусов у меня здесь ходит, к сожалению, опять же, без дела. Давай-ка тоже его сюда. Пускай работает во благо нашего убежища. А то опять он там с кислой миной шарится, а. Так, вот борцуха начал заниматься своими делами. Отлично все. Так, тут у нас 17 уровень. Да, ребят, единственная проблема, что мы сейчас с вами не можем больше ничего сделать. Абсолютно. У нас все выполнено, все задания. Так, пережить ряд атак. Как-то тут с 40 происшествиями и станцевать. Может быть, станцевать нам можно пока. Главное, чтобы не отвлечься, как в прошлой серии. И не сделать такого бардага, что у нас будут здесь опять очень много детей. Нам этого пока не нужно, потому что к нам будут приходить жители. А может быть, мы кого-то и с ланчбокса достанем. И вы представляете, когда у нас будет большой выбор. Либо выкинуть старенького своего жителя и приобрести новенького. Хотя старенькие уже будут развиты, а новички только первого уровня у нас будут появляться. Так, опять где-то у нас тут появился незнакомец. Слышал я протяжную мелодию его появления. Но, как понимаете, я его не вижу, не ощущаю. Где-то он в последнее время так очень хорошо ныкается, что тяжело его обнаружить. Ладно, фиг с ним. Не будем зацикливаться, наверное, да, ребят? Все, он исчез. Его беспорезно искать. Так, 16 уровень здесь у нас получает житель. Да, конечно, немножко серия получилась не так, как я ожидал. Я думал, сегодня мы побегаем по рейдам, что-то с вами сделаем хорошенько, но не получается. Ладно, давайте сделаем костюмчик. И знаете, какой я костюмчик хочу себе заказать? Вы ни за что не поверите. Я хочу заказать себе купальный костюм. А почему? Я просто хочу посмотреть, как у меня будет житель выглядеть именно в нем. И теперь надо еще заказать оружие. Так, оружейный центр. По-моему, не то ведь, да? Вроде бы нет. А где же у нас оружие-то заказывать можно? Что-то я запамятовал. Так, ратпаки у нас приготовились. По-моему, вот здесь тогда, да? А, ну да, ребят, создать. Ну и что тут? У нас, наобилиарный кей. Что-нибудь такого хорошенького. Ну, я вижу только лазерное ружье. 12-14 урона. И, в принципе, тут у нас ничего такого хорошего больше и нету. Тут вообще все закрыто. Или же не хватает ингредиентов. Ладно, давайте тогда заказывать с вами у нас тройное лазерное ружье. Вот так оно называется правильно. Так, 19-й уровень. Слушайте, довольно неплохо. Уже 19-й уровень у нас жители имеют. Так что все у нас пока под контролем. Так, ну когда вы будете плясать-то уже, родные мои? Сколько там можно уже стоять? Просто там так разговаривать. Давай, иди сюда. Потому что две женщины здесь не нужны. А ты, Ахламоныч, да-да-да, именно ты вот. Да что такое-то? Давай, иди вот сюда. Кто из вас быстрее станцует, тому и повезет. Тот получит бонус от меня и отправится быстрее обратно в свою комнату. Так, воздемет. А что менять? Не на что, ребята, менять, к сожалению. Давайте еще здесь, знаете что, продадим всякий хлам. Револьвер он нам не нужен, тем более ржавый тоже. Так, вот этот тоже продадим. В общем, все самое слабое будет сейчас у нас продаваться. Так, мы ставим, вот этот продадим. Так, ржавый обрез. Так, пистолеты эти тоже нафиг не нужны. Хламь ее это, как говорится, беречь. Единственное, что может быть проблемка в том, что когда задания у нас будут со слабым оружием вылазку делать, у нас его не окажется и мы не сможем его сделать. Но солить это барахло я тоже здесь не собираюсь. Давайте продадим. И вот этот вот хлам тоже. Так, вроде бы все. Давайте посмотрим по костюмам, что у нас. Одеяние на помойку. Боевая броня, давайте тоже избавимся от нее. Торжественная надежда пригодится, там, по-моему, у нас задание есть по поводу торжественной шмотки. И, в принципе, все. Что у нас по хламу? Ну, хлам желательно бы нам, наверное, ребят, не трогать, потому что у нас и так нехватка его. Так что оставляем. О, все, ребятушки, они у нас наплясались. И кто? Вон они, охламоны, танцуют. Так, разгоняем их обратно по комнаткам, где они у нас и стояли. Так, П3 не подходит, конечно, но фиг с ним. Так, ну и, в принципе, тех ребят тоже можно разгонять. Нечего им там тусоваться, бездельничать, скажем так. Смотри, кто у нас тут. А46. Это 46 еды у нас будет производиться. Через 2 минуты 40 секунд. Интересно, можно найти у меня костюмчик ей подходящий? Ну, конечно же, больше, чем А3. Ну, я так вижу, что нельзя. Ничего у нас нет. А2 это максимум. Блин, фигово. Надо будет как-то об этом подумать и наклепать этих костюмчиков себе, да? Потому что у меня в столовке ребята тоже сидят с не очень хорошими костюмами. Ну что, вроде бы, в принципе, и все пока. Можно будет вот... А, все, наплясались, ребята. Давайте их разгонять. Так, иди-ка сюда. Усач, а ты-то где у меня было? Внизу, по-моему, да? Так, здесь А1, С2. Не подходит нифига. П5. Вот, пойдет туда у нас... Что такое? Нападение диких гулей. Ладно, это все фигня. Мы сейчас с ними быстренько должны разобраться. А эта дамочка у нас... Ну, у нее... Смотрите, и С-ка развита, и А-шка. Куда ее приспособить? Я не знаю. Пока, в принципе, и некуда. Забираем 350 крышек, и следующее задание... Потушить 6 пожаров в убежище. Ну, это, в принципе, выполнимое задание. Пожар у нас происходит периодично. Так, давайте мы сейчас этих гулей размажем. Ну, Джек, давай, елки-палки, не подводи меня, сынок. Хух, смотри-ка. Что там, один культук остался? Хе-хе-хе. Ну, сейчас его тут и хлопнут. Все, ребята. Справились мы, в принципе. 9-11. Нет, не будем мы ружье менять. У него отличная ружьбайка. Второе происшествие у нас пройдено. Нам нужно еще... Ух, 38. Это много. Давай-ка иди сюда. А-7. Это очень хорошо. Для столовки будет самое то. Жрачку забираем. Ну, в принципе, у нас энергия с едой, все нормально. Ни в чем мы пока не нуждаемся. Несмотря на то, что мы с вами поставили сад, который требует энергию. Выживаем, ребята, выживаем. Причем довольно хорошо. Так, куда бы тебя приспособить-то, е-мое, а? Что-то везде... Вот сюда давай. Пускай бежит. П-4, это хорошо. Ну что, дорогие мои друзья, давайте на этом я, наверное, буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось, то ставим лайк. И мы обязательно увидимся с вами в следующей серии, которая, надеюсь, будет очень и очень скоро. Ну, а на этом все. Всем пока. И до скорых встреч. Удачи вам, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok